Добрый день, дорогие телезрители! Сегодня у нас самый что ни на есть мужской выпуск. Мы в гостях у семьи заслуженного мастера спорта России по борьбе на поясах, мастера спорта России по вольной борьбе, мастера спорта России по дзюдо Рената Акбаева в его родительском доме. На сегодняшний день он является пятикратным чемпионом мира по борьбе на поясах, двухкратным чемпионом Европы, абсолютным чемпионом России, пятикратным чемпионом России. Можно еще долго продолжать говорить об его успехах и наградах, но я предлагаю сегодня познакомиться с его родными и историей происхождения рода Акбаевых. Ринат, познакомьте, пожалуйста, нас с членами вашей семьи. Самый главный член нашей семьи – это наш тренер, наш второй отец, как бы, зритель анкетов, который тренировал всех нас троих братьев. Это отец мой, Анзор, это мой младший брат, Хусейн, это самый младший брат Алибек. И мы все вместе тренировались в Азове-Джеповиче. Очень приятно со всеми познакомиться. Для меня честь сидеть в кругу таких мужчин, спортсменов, тренеров и отца таких ребят. Ринат, можно узнать, где мы сейчас находимся? Мы сейчас находимся в станице Староживое. Это дом моего отца, где мы делали первые шаги вообще и в учебе, в школу здесь ходили, недалеко отсюда. И в спорте вот здесь отец нам стелил солому, накрывал брезентом от своего КамАЗа, дальнобойщиком. И там первые наши шаги, как спортсмены были там, тренировались, боролись на соломе. Под большим старанием своего отца? Ну да, первый. Ну, а у отца, я думаю, получилось. И все же я бы хотела узнать историю дома. Если можно, я обращусь к вашему отцу. У нас это второй дом. У нас еще дом был, мы потом его продали, на другом краю Саницы. Потом переселили сюда, как бы. Там меня держал брат, самый старший у нас там, был соседом. Он когда умер, я уже перешел сюда. И вот тут потихонечку начинали, пока дело не дали. А он из них хулиганов сделал. Ну, о хулиганах мы с вами поговорим чуть-чуть попозже. А сейчас, если можно, расскажите, пожалуйста, историю фамилии Акбаевых. Ну, это древняя фамилия. Он идет от Гудияна, с поддревника Корчи. Корчи, этот самый, его друг, они вернулись с Азии после Тимирлана, когда их пленных забрали, детей увезли туда. Их было несколько, там Навруз, там Будиян. Вот от Будияна идем мы. Будияна сын был, ну, как история пишет, Темрок. Его сын был Темиркан. От Темиркана уже Акбай и Байрамук. Они были близнецами, братьями. Вот оттуда идет род Акбаев. Андрей Токолаевич, история вашей семьи, вашей ветви. Ну, происхождение от Карача и оттуда сначала. А потом, Дзазлык есть такое село, Аул был такой. Вот оттуда идет наше происхождение. Вот. Затем Азия, затем я там родился. Затем возвращение на родину, и вот тут уже староживую. С тех пор мы здесь. Как звали вашего дедушку? Дедушку Асларом звали. Они жили уже в Дзазлыке, да. Прадед мы трижды хадж совершил. У нас было, вообще было у нас четвертое девчонок и пятеро братья у нас. Одна у нас умерла в Азии еще маленькой. Ваши братья и сестры живут здесь староживой, или кто-то все-таки уехал в разные... Одна сестра живет в Вермоловке, а остальные жили здесь. У меня трои... У нас пятеро братьев, троих уже нету. А дом ваших родителей, он сейчас... Кто-то там живет? Нет, там уже нет, там не живет, там как бы... Все оттуда уезжают, на том краю мало людей живет сейчас. Но мы раньше уехали оттуда. В каком году? В 90-е, наверное. В 90-м, да? В 90-м, наверное, мы уехали оттуда. А так, детство у них наполовину там, они... А в настоящее время бывает такое, что вы выезжаете в ту сторону? Конечно, конечно. Побываем мы там, конечно. Вспоминаем все. Вы просто по настроению или на какие-то определенные праздники выезжаете? Не, ну, по настроению. Ну, станица тут, что здесь, выезжая, не выезжая. Мы часто бываем там. Там у нас родственники есть по матери. Мама у вас представительницей какого рода была? Она достаивая. Откуда? Оттуда же, где и отец. Ринат, как старший из братьев, попрошу вас рассказать о своих воспоминаниях бабушки и дедушки со стороны вашего отца. Ну, бабушка отцу, она, бедная, рано умерла. Она была очень религиозная такая тетя. Вот все сутки, которые ее сейчас знают, большинство узнает от нее. Много воспоминаний о бабушке, если честно, вот именно по отцовской стороне, когда она нам готовила. И бабушка, и дедушка хорошие были очень. И обе бабушки были хорошие. И мамина бабушка очень была хорошая. Мы все где-то проводили. Слушаем, у нее обычно в Козулурупе. Это мама у меня Алиева, а бабушка Семенова была. Вот. И мы нас летом отправляли в Алу Козулуруп. И мы там провожали все лето. Мы там как бы были чужие мальчики, да, в принципе. Там-то свои какие-то там моменты были. И мы когда туда приезжали, тогда-то время чуть-чуть другое было. Вся жизнь была ли там на речке. Вот когда мы выходили на речку, нас заставляли бороться с мальчиками там, с Козулурупскими. Ну, мы их всех бороли как бы. И они чем-то все старше и старше и старше. Через жуточниками боролись. Вот так вот и жили. Бабушка, наверное, ругалась, как это ее любимые внучата и борются на речке. Ну, бабушку старались не информировать по таким моментам, чтобы она не переживала. А сколько у мамы было братьев везде? У мамы две сестры и два брата. Вот одна сестра умерла давно, она болела. Вот сейчас одна сестра и два брата живые. А живут они в Красном Лопе или? С Козулуруп они уехали. И живут они сейчас в Чешкесске. Вот. Один брат живет в Кумыше, самый старший, Хамзат. Вот. А брат и сестра живут в Чешкесске. Младшего брата мы, естественно, закаляли. Он все спартанские условия жизни прошел, по большому счету. Вот. Маленьким его оставляли нам. Мне было 10 лет, у меня было 9 лет. Вот. Вот мы его сделали такую люльку. Ну, вот коляски были раньше. Помнишь, большие коляски? Мы вверх большой коляски сняли и поставили на него маленькую коляску, чтобы она на поворот. Я помню, что там хорошо заезжала. Помнишь? Вот. Бывало, падал часто. В общем, один раз мы дети в футбол играли, в общем, и его, а он был на нас постоянно. А он маленький, ему год, может, полтора было. И мы его поставили, камни заставили, раньше. На место шланги, да? Да, на место шланги поставили его. И сбывались, как они, как нашим врагам. В общем, мяч попал ему в лоб, и он со своей коляской сальто сделал. Да, в общем, ну, нормально все. Все лет такая жизнь у всех была, в принципе. Вот сейчас мне даже немножко может, даже страшновато, скажу, спрашивать, есть ли у вас сестра? Нету. Нету. Трое братья? Да, три брата у нас. Ну, и сейчас мне очень хочется обратиться к человеку, так сказать, благодаря трудам и стараниям которого сейчас выросли какие-то чемпионы у нас в республике. Азрет Раджепович, вы сидите за столом. В передаче, где рассказывается о семье. Значит, вы очень близкий для них человек, для их семьи. И вы довольно уже много лет рядом с ними. Расскажите, пожалуйста, ваши впечатления первые, когда появились мальчишки у вас. Когда пришел отец, привел, сказал, я хочу, чтобы эти дети тренировались у вас. Ну, и можно я вообще скажу одно слово. Отец нас не приводил к нему, если честно. Я вообще, когда был учился на первом курсе, ходил в секцию боннациональной борьбы. Я Залит Раджепович меня увидел. И очень долго меня, в общем, за мной ходил, ну, заставлял, чтобы я ходил к нему в зал. Ну, потому что видел, что я чуть-чуть, ну, дурака валяю, не туда хожу, в общем, как бы время свое трачу. И он взял меня к себе в секцию. И вот оттуда наша история вообще пошла. То есть направил в правильное место. Да, да, сто процентов. Все три брата абсолютно разные. И попав, они как бы прочертили путь для... Он основателем той дороги был, по которой уже шли за ним остальные братья. Ну, он выполнил норматив мастера спорта по вольной борьбе буквально там очень легко. И затем по инерции он стал мастером спорта по дзюдо, по самбо. Он был, конечно, среди мне попавшихся одаренных ребят, он был близко к сверходаренному даже, он. Ну, и настолько же у него был определенный недостаток, ну, который сейчас он со временем, он сейчас с ним говорит, депутат Думы, там, глава Справедливой России, помощник депутата той Думы Верхней Российской, Газаева. Я проповедую, ну, как бы, гармоничное развитие любой личности. Ну, через гармонию, через футбол, через шахматы, через игровые виды, через любовь к искусству, через музыку. Ну, я пытаюсь, чтобы они были всесторонне развитыми. И что получилось, вы видите из этого. Ну, средний брат самый трудолюбивый, самый, такой мой друг. Они, ну, их никуда не денешь. Он, мой друг, он получил тяжелую травму, тяжелую травму плеча с вывихом и сделал ее операцию, ему, очень тяжелую операцию сделал ведущий хирург наш, Чаушев. И после этого у меня всегда, я себе задавал цель, чтобы этот человек, который травмировался, обязательно проявил себя в жизни, в спорте. И он стал чемпионом Европы по борьбе на поясах. Он в вольной борьбе стал мастером спорта, а здесь стал чемпионом Европы. Чемпионат России еще выиграл. Да, ну, и чемпионат России выиграл по борьбе на поясах после тяжелой травмы. Иначе, конечно, люди после таких травм не возвращаются. Он вернулся, чему я очень рад, конечно, ну, и родители, братья, естественно. Ну, и младший брат, это Альбек, самый, наверное, из них, ну, второй по трудолюбию в обратном смысле этого слова. Старший брат самый талантливый, и в этом плане он немножечко, скажем так, сачок был. Старший брат. Ну, Всевышний, Всевышний его одарил, одарил, но его, видишь, как потянуло в политику после этого. Ну, это тоже своего рода дар. Каждый человек находит свой путь в жизни. А Альбек, он добился, он стал членом сборной команды России по вольной борьбе, стал чемпионом мира по борьбе на поясах, Россию выиграл, Кубок мира, насколько он выиграл, так же. И он один из тех сегодня, о чем мечтает каждый из спортсменов. У него есть шанс быть олимпийцем, но для этого надо трудиться. Мы идем к этому. Куда нас выведет дорога, это только Всевышний знает. Но мы мечтаем об этом, скажем так. Ну, я думаю, и зрители сейчас со мной согласятся, и пожелают удачи и успехов в будущем. Спасибо. Я думаю, что не в далеком будущем. Спасибо. Хочу услышать от вас. За всю вашу карьеру тренера, так скажем, представители фамилии Акбаевых были? Акбаев, Сейт-Ахмат был. Я могу о нем рассказать, но так коротко. Он, я из, мы арендовали, я работал тренером зенитовской школы во времена Союза. И мы, Гаджигаев Сиражудин был такой, ты работник университета, он на факультете физической культуры. Мы параллельно работали вместе, и проводя чемпионат университета, точнее, пединститута, и вдруг там какой-то парнишка мне понравился. Статью своей, попыткой проведения приемов каких-то. Но видно, что он никакого отношения к борьбе прямого не имеет. Это был Акбаев, Сейт-Ахмат. И я своим ученикам говорю, кто это, да, он, Сейт-Ахмат Акбаев. А как он, что он? И мы с ним познакомились. Я говорю, это было в декабре, он учился при четырехгодичном обучении, он на третьем курсе, в декабре месяц, а четвертый, полтора года остался до выпуска. Он ко мне, короче, я его уговорил, организовал, он ходил на гимнастику. Через три месяца занятий он у меня выиграл первенство края, побыл на сборах, выиграл, стал призером первенства России по Спартаку. Он выиграл Али-Алиевский турнир международный, международный турнир. У него была бы неплохая карьера, но у него случились травмы плеча, выверг плеча, это очень серьезная травма. Вот так что это был один из Акбаевых, проложил, скажем, тоже дорогу. Ну вот, слушая вас, я делаю такое маленькое заключение в истории, что вы внесли очень даже большой и серьезный вклад в историю рода Агбаева. Ну это не мне судить, может быть. Хусей, роду, известные яркие личности, именно по спортивной части, возможно, где-то в другой сфере. Вы люди, которые проявили себя, нам о них расскажите, пожалуйста. Да, если честно, из Акбаева, как такового, могу я сказать, известно по спорту. Только я знаю сей Тахмата из старшего поколения и больше особо никого не знаю. Нерчук. А, Нерчук Акбаев еще, да, состраживаю тоже, мастер спорта. Больше особо не знаю никого. Но вы все Акбаевы братья, аж и сей Тахмат, и Нерчук, это... Да, близко, да, близне, дальне, все родственники в любом случае, конечно. А из дедушек, из прадедушек, из дядь, чтобы прям серьезно занимался человек вольной борьбой. Вольной борьбой в то время все-таки в появлении таких не было. Только переселили, чуть не до спорта было. Естественно, вот у нас отец чуть такой был необычный, видимо, что он нас от всех работ отлучал. Главное, чтобы мы тренировались. А тут, по большому счету, ему отец не позволял, чтобы он занимался спортом, чтобы он в коров пас, там, за ними смотрелся, накосил. Ну, чуть-чуть восприятие жизни другое было. Это сейчас в спортзалах понастроили, куда никто не ходит. А в то время тоже, да, Рожихович, другая история была. Ну, и сегодня тоже, вот, если родители, говорят, от родителей тоже зависит что-то, конечно же. Я вот смотрю, пацанчики бегают. Вот отцы сидят, да, не могут два колышка забить, чтобы они хотя бы в футбол играли. Я помню, вот здесь вот, когда, вот здесь вот речка у нас, там перекати поля растет. Косил я, чтобы сделать ему так ворота небольшие, чтобы они летом же надо заниматься чем-то. А шел дождь так, выморосил. И там трое идут, ну, подвыпившие чуть-чуть. Ну, тоже же мои друзья, которые были, они где-то нам пили там наверху. Говорят, что делать? Я говорю, вот детям делаю, пускай повернут за них. Да, от тебя нам делать нечего. И они ушли, я вот эту историю никак не забуду, потому как, не знаю, ну, с мелочей все начинается, правильно? А иначе других вариантов нет. Ну, затем они сразу попали к нему в руки. И этому человеку, я его очень уважаю, честно говоря, при нем и неудобно так как бы. Ну, тем не менее, он заслуженный человек, конечно, заслуженный тренер России. И по вольной борьбе, и по борьбе на поясах, так что тут уже ничего не сделаешь. Заслуженный тренер России, да, уже байкер. Он уже доделал, конечно, свое это дело. Да, честно говоря, я болею, болею, физически я болею потом. Когда я смотрел эти соревнования, есть какая-то неудача, вот последняя была эта, да, ошибся такой. Был этот, вот тогда я болел. И самая большая трагедия у меня была вот по спорту. Когда, ух, все, я плечо, вот эта травма была, ой, как я болел. Страшное дело. Страшное дело. Поэтому. Антон Токолаевич, и все-таки, возвращаясь к истории начала спорта ваших детей, что повлияло на ваш выбор, на то, чтобы вы изначально не, допустим, не в какие-то домашние дела, а все-таки дали волю детям начать чем-то заниматься? Ну, этот, я вообще люблю спорт, очень. Сам занимался немного, ну, конечно, нет таких этих. Я был секретарем комсомольской организации в гараже, потом спортсектор держал я. С директорами воевал за стадион, они мне говорили, что, когда переплакались, хороший стадион у нас здесь, стражевой был. Вот, я говорю, что вы это сносите? Был Иван Иванович Бутов, директор совхоза такой. Она дургает, ты что будешь, с футболом жить или хлеб будешь кушать? Вот такой, я ни хать не забуду, он был карданицкий мужик. И, ну, раз сам ничего не мог сделать, нужно было как-то это самое. Ну, я не тоже, я скажу, пускай никто не подобает, а вам неплохо, говорят, птицу по полету видно. Поэтому нужно это самое. Если интереса нет у ребенка к спорту, ну, вот тренер заслуженный, пускай скажет, там, наверное, особых результатов не будет. Так что они были молодцы, конечно, вопросов нет. То, что родители важнейшую роль... Да, как и в спорте, и к родителям. Это очень важно. Я желаю всем, которые имеют детей, чтобы они относились вот как они, к нам. Вопросов нет, честно. А кто все-таки вам проявил любовь к спорту? Ну, не знаю, у нас все братья мои были физически сильные. Просто этот самый, который умер год назад, да? Он лошадь поднимал. Он там сам худощавый. Его сын, он кандидат мастера, да? Не, мастер. Мастер, да? По мразилингу его сын. Ну, вот таки они были физически сильные. Ну, там Азия, потом из Азии сюда. И вот этот переломный момент, который был. А я помню, я ребенка оттуда, 6 лет мне тогда было. Я все помню, когда мы оттуда сюда ехали. Вот поэтому никто ничего не состоялось у меня. Ну, я не скажу, что совсем не состоялось у меня. Ну, нет таких результатов между... Профессионального нету ничего. А так, конечно же. Поэтому я знаю его качество, его качество, его знаю. Этот чистой крови вольник, пускай мне этот самый. Чистой крови, он бы и хорошо был. Вот эта трагедия, которая произошла, да. Эти обои играть, могут они этот футбол. Этот мог бы и ручной мяч хорошо играть, конечно. Но игралые виды турспорта. Перехвастался бы. Очень, очень красиво. Конечно, пускай меня не осудят, я еще раз объединяюсь, честно. Алибек, ну, делитесь своими впечатлениями, потому что старшие братья много интересного рассказывают мне о вашем детстве. А теперь ваша история. Все-таки отец или вы смотрели на старших братьев и решили выбрать этот путь? Ну, старшие братья и для меня занимались. И, как бы, в 11 лет они меня забрали в Карачаевск тренироваться. У меня и самого голова не было. Мне не нравилась борьба. И с 11 лет я начал заниматься в младшей группе. Потом перешел к Азритар Жеповичу, в ЖЭК Сашеву. И вот по-сих пор занимаюсь торговой и на сегодня тренируюсь. Был хоть какой-то маленький процент того, что вы сожалели или видели себя в чем-то другом, в другой сфере? Нет, я не сожалел. Сожалел, наоборот, наверное, как бы не лучше тренироваться, чем... Сожалеешь еще 3 лет, 5-5, что сейчас не тренируешься, как положено. А папа много времени в вашем маленьком возрасте уделял вам? Также вас позволял, давал вам волю в тренировках, соседских мальчишек, может, подзывал? Ну, в детстве, да, боролся тут со всеми на траве. И вот с 11 лет он отправил мне в Карачаевск, с братьями, и там тренировался уже профессионально. А сам боролся с вами? Нет, сам не боролся. С Оливеком была вот наша мама. Я один раз, метание камня, ну, я чуть-чуть похвалюсь, ничего страшного. Ну, неплохо я присылал, не, одну секунду, одну секунду. И вот они здесь, они, по-моему, в девятку вас, по-моему, ходил, вот здесь они бросали камень. Ну, я подъехал, я взял, один раз бросил. Затем он бросил у меня, хорошо, обогнал. Ну, я пошутил, и больше этот камень я в руки не брал. Думаю, это все, вы... Да, он уже меня, ну, он еще, ну, в девятый класс ходил. А я думаю, не, уже это, уже не пойдет. Бросил на это. Такие дела были. А Альбек, Альбек, конечно, уже пораньше. Я его, он с КамАЗа не сладил. Я работал на КамАЗе тогда. Дальнобойщиками работал я везде, побывал по СССР. А тогда-то так популярно было, так что он тут... А они вообще в КамАЗе спали. Вы забыли? Ну, там жили же, они дома не спали. Я вот приехал на КамАЗе, бросил, вот они там вдвоем, а тут вообще маленький был. Вот так было тогда. Ну, что сделать? Жизнь-то идет потихонечку, они тоже его догнали, уже почти. Поэтому я не снимаю, всегда держу этот кепку так. Вот такие дела, Алик. И все-таки мне хочется познакомиться с женщиной, которая столько лет посвятила четверым мужчинам, вырастила таких сыновей и отдавала все свое свободное время. Если вы позволите, Ренат, хочу познакомиться с вашей мамой. Давай. Будем познакомиться. Как вырастить чемпиона, а точнее чемпионов? Родители этих ребят полностью поддерживали своих сыновей. Мама такая хрупкая, скромная женщина. Но в этой хрупкой женщине невероятная сила духа. Только вперед! С такими словами она провожала своих сыновей за очередными победами. Сегодня у нее есть хорошая подмога. Две красавицы-снохи, Роза и Ася. Под ее руководством они справляются с любыми хлопотами по дому. И особенно на кухне. А уж каково было ей одной ухаживать за четырьмя мужчинами в доме? Остается только догадываться. После долгих уговоров любимых сыновей, Зоя Булгалиевна все же согласилась ответить на пару моих вопросов на камеру. Зоя Булгалиевна, мне очень приятно с вами познакомиться. Только что я общалась с вашими сыновьями. С хозяином дома, так сказать, познакомились. Было очень приятно. Много интересного узнала о пути спортивном ребят. Но мне интересно узнать. Вот папа рассказывает, что вот я, ну, естественно, мужчина, он гордится и всегда помогает. А каково материнскому сердцу было, когда сыновья отправлялись в далекие поездки, турниры? А ведь спорт у них сложный и серьезный. Страшно же быть? Как вы относились к этому? Ну, переживала. Ждали, что, ну, как там будет. Во сне видела всегда. Как с ними, что случится, я уже узнавала. Чувствовала сердце материнское. Но вы всегда поддерживали? Конечно, поддерживала. Было такое, когда что вы решили, нет, все, все-таки хватит, я больше не хочу, чтобы вы этим занимались? Нет. Только вперед. А можно узнать, чьи эти замечательные детки? Это Рината. Это Хусия. А как вас зовут? Меня Мансур. Мансур, какое у тебя красивое имя. А у тебя? Лила. Лила. Мансур, пойдешь по стопам папы? Да. Он уже занимается. Уже? А где занимается? Он сам расскажет все. Меня записали на футбол и на баскетбол и на борьбу уже. Да ты что? И тебе нравится? Да. Будешь чемпионом, как папа? Да. Даешь слово? Да. Ну все, я запомнила. И через много лет мы тебя обязательно снимем в нашей передаче. Будешь рассказывать, как ты добивался всего. Угу. Хорошо. А что у нас девочка-принцесса планирует? Спортом, наверное, не будешь заниматься? Нет. А кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Аньчин. Врач, хотели. Доктором. Доктором? И где будешь учиться? Рассказывай. В Москве. В Москве. А каким доктором ты хочешь стать? Детским. Детским врачом хочешь стать? И будешь всех деток лечить на благо своей любимой республики? Умница, молодец. Мне было сегодня очень приятно у вас в гостях побывать. Мало мы с вами пообщались, но, к сожалению, нам приходится прощаться. Поэтому я вам желаю, чтобы в ваш дом всегда входили люди только с добрыми вестями. Вам тоже спасибо. Ну а с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся до следующего эфира. Субтитры создавал DimaTorzok